Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций имя Шклярова отзначил юбилей. 35 годов тому экспозиция набыла свой постоянный дом, переехала в будинок на Червоной площади. До этой даты во установе подрыхтовали особливую выставу, просвеченную засновальнику, и открыли новую выставочную залу. Фёдор Шкляров освоил десятки профессий. Был столяром, тесляром, маляром, тынковщиком, фотографом, разбером по древе и мостаком. Коллекционированием захопился в 1960-х годах. А створение музея старообразництва и белорусских традиций стало головной справой життя. Сегодня его фонды наличивают 13 тысяч экспонатов. У ветковских залах выставлено только 6% из них. Основные коллекции, которые были покладены Фёдором Рыгоровичем, это иконопис старообразницкий, который начинал с 2017 по начале 2020 года. Это книжная культура, это уникальная коллекция, начиная с рукописов 16-го года и по начале 2020 года. И другое крыло, которое выросло в музее. Это, конечно, традиционная культура, того, что на начале даже не задумывалось. Это ткацтва, это традиционный костюм, текстиль. У нас мается одна из самых буйных региональных коллекций. И вот только текстильная коллекция у нас больше 3600 экспонатов. До юбилейной даты в музее открыли выставу «Закаханы в життё», присвеченную засновальнику. Ее разместили у новой выставочной зале «Покои», який калисти был кабинетом первого директора Фёдора Шклярова. Там представлены яркий, соковитый живопись Фёдора Рыгоровича, его особистые речи и множество фотографий. Продолжение следует...